Шанти – покой ума, а не контроль. Ригведы – это экстатические излияния духа человека, восхваляющего тот восторг, который получен при совершении совершенного порядка и красоты окружающей природы в виде вахми. Бхагаван Шри Исати Сайя Баба – это то, что успокаивает и лечит, а не то, что волнует и тревожит. Шри Шри Исати Сайя Баба – это спокойствие, а также внутренний покой. Сайи Рама умеет ждать, чтобы действовать в нужный момент времени для того, чтобы все дела были гармоничны и естественны. Учение Бхагавана Шри Исати Сайя Бабы основано на тишине и спокойствии, а не на громких словах и заявлениях. Шри Сайи – это внутреннее блаженство и освобождение души ратаков привязанности. Сайи Натх – это возвращение души в естественное и первичное состояние. Сайи Баба – это не то, что действует время от времени. Сайи Баба – это постоянство и вечность. Все люди ищут Бога в том, что приносит им наслаждение. Но не все находят вечность. Это путь любви ко всем, служение всем. Шри Сатья Сайи – это такое удовольствие, наслаждение и блаженство, которое превосходит все обыденные мирские способы получения наслаждений и удовольствий, потому что направлено внутрь. Туда, откуда мы пришли. Туда, где наш дом. Когда Шанти достигается, тогда все становится гармоничным. Саморасы. Самораса – это сама суть Шанти. Каждый должен обладать таким Шанти и Саморасы для установления века веры астиком. Прошанти Вахини 29. Аватар Сайи постоянно привлекал наше внимание к тому факту, что человек имеет сильную связь с пятью природными элементами, которые поддерживаются божественной энергией любви. Он выделял, что отношения между человеком и природой неотъемлемы, так как человек также является проявлением пяти элементов. Баба объясняет, что все пять ресурсов в человеке должны быть в такой же гармонии, как и пять элементов в природе. Но это равновесие в человеке, к сожалению, сегодня полностью нарушено и человек стал ответственным за дисгармонию пяти элементов в природе, что приводит к так называемым бедствиям. На вопрос, заданный с вами о том, как человек может установить равновесие пяти природных элементов, с вами ответил. Человек может достичь этого лишь практикуя человеческие ценности. Также с вами дал нам истинную связь пяти человеческих ценностей. Это образование Эдюкея Шли Сати Сайи. Все ищут единение с изначальностью и находят ее. Когда дышат чистым воздухом на природе, чувствуя единение с ветром, когда смотрят на доброе, отражая в глазах свет солнца, соединяясь с огнем. Когда окунаются в воды праведности, очищаясь от загрязнений, растворяясь в воде. Когда слушают только хорошие звуки, увидев пространство. Когда чувствуют себя сыном матери земли, познав свое начало. Соединение со всеми изначальными стихиями природы – это способ почувствовать богована Шри Сати Сайи Бабу. Тот, кто подчинил ум, всегда останется неизменным и в хорошие времена и в неблагоприятные. Радость и горе – всего лишь заблуждение ума. Только когда ум тесно соприкасается с чувствами и телом, он становится изменчивым, возбужденным и подверженным влиянию. Когда человек принимает опьяняющие вещества, интоксикации, он перестает чувствовать боль, не так ли? Как это происходит? Ум отделяется от тела и поэтому физическая боль и неудобства неощутимы. Также и знающий Джняни погружает свой ум в атму. Он может достичь спокойствия ума путем тренировок Джняна Вахини. Чтобы отключить ум, Сайи Баба творит сверхъестественное. Сайи Баба – это тот, кто принес и реализовал во всей полноте энергии леса в городах. Сайи Баба – это не то, что разъединяет. Он – Мирила, который объединяет народы. Сайи Баба – это единство и братство всего человечества как единой семьи. Сайи Баба – это трансформация внешних грубых энергий материалистической капиталистической культуры во внутренние мягкие энергии ведической коммунистической культуры спокойствия и блаженства Шанти и Ананды. Трансформация происходит посредством духовной практики и бескорыстного служения. Из-за ревности человек – добыча о Шанти. Сати Сайи Спикс Уолн Сикстин. Богован Шри Сати Сайи Баба – это я и ты. Но только он не то нише я, которое порождено эго, умом и чувствами. Богован Шри Сати Сайи Баба – это высшее познание себя и растворение индивидуальности в Боге. Сайи Баба – это не прибытие туда, где ты не был. Богован Шри Сати Сайи Баба – это возвращение туда, откуда ты пришел. Пусть та позитивная энергия, которую вы накопили с лучшей учения, поможет вам быстро достичь просветления ради блага всех существ.